Оптимизация процесса плановой госпитализации – один из проектов, который успешно реализуют в поликлинике номер один. Запустили его в прошлом году, а в январе подвели промежуточные итоги. Самое главное, чего удалось достичь – сокращение сроков. Сделано это в первую очередь для удобства пациентов. От момента назначения плановой госпитализации до того, как пациент попадает в стационар, на какой-то для оказания специализированной помощи, по территориальной программе госгарантии может пройти до 10-14 дней. Мы взяли амбициозную цель, чтобы этот срок был не больше пяти дней. Сейчас у нас реально этот срок – три дня. Раньше на приеме доктор отправлял пациента домой в ожидании звонка. И сколько надо было ждать, было непонятно. Сейчас в большинстве случаев человек сразу же на приеме. Врача получает точную информацию о дате и времени, когда он ложится в стационар. Благодаря программе, которую мы разработали, благодаря большой работе между поликлиниками и стационаром, которая была проведена, у нас эта связь установлена, разработана электронная программа, которая учитывает места в стационаре и предоставляет их амбулаторным врачам, которые работают в поликлиниках. И врачи могут уже сразу же, открывая программу, увидеть и планировать своих пациентов. Изначально в проекте было заявлено три терапевтических отделения. Сейчас в программе участвует восемь стационарных отделений. Все укладываются в заявленные сроки. Пациенту не нужно волноваться о том, что он не успеет пройти необходимые исследования. Благодаря новым автоматическим анализаторам в лабораториях, результаты получают либо в тот же день, либо на следующий. Предстационарные обследования тоже делают за один день. Мы доработали этот проект в том плане, что если вот конкретно сегодня во время приема подходящего места вам доктор не может назвать, то у нас есть специальный лист ожидания автоматический, мы разработали, когда вам об этом сообщат завтра, максимум послезавтра. То есть уже не нужно будет самому звонить, спрашивать, а что, когда. У нас специальная программа, которая вам завтра или послезавтра сообщит, когда все-таки ваше место будет забронировано. Проект хотят расширить и на отделение хирургического профиля, хотя в силу специфики их работы сделать это сложнее. Еще один ПСР-проект, который реализовали в первой поликлинике, пожалуй, бросается в глаза больше всех. Это ремонт и обновление холла. Открыли его осенью, и соровчане уже успели насладиться комфортом и удобством. Мне очень понравилось, когда я пришла сюда, увидела вот такое светлое помещение, и просторное, стало очень приятно. И причем вот стала запись к врачу, очень удобная. Подходишь, себя сразу записывают, если нет врача, значит записываешься в очередь на какое-то время. И еще ни разу не обманулись, всегда позвонили. Позвонили через какое-то время, пригласили. В общем, очень удобно стало. В этом году запланирована реализация нескольких крупных проектов. Один из основных – создание отделения реабилитации пациентов, которые перенесли травму, либо имеют заболевание опорно-двигательного аппарата. Таких больных много, им нужно комплексное реабилитационное лечение. Сейчас подходы к этому реабилитационному лечению очень изменились. Если раньше делался акцент на физиолечении, на различные виды электросвета лечения, прогревания, то сейчас в гораздо большей степени реабилитацию связывают с разработкой конечностей на тренажерах специальных, лечебных. Я не имею в виду силовые, те, которые вы видите в спортзалах. Это специальные медицинские тренажеры. Но упор сделается сюда. Это достаточно дорогостоящее оборудование. Но мы в рамках нашего проекта, надеемся, будем иметь возможность приобрести это оборудование, создать специальное помещение, собрать какую-то команду медицинских работников. И достаточно эффективно, опять же, в какие-то короткие сроки реабилитировать наших пациентов. Екатерина Пенова, Константин Островский, Евгений Ивашенко, Служба новостей, Саров-24.